Всем салют, с вами я, Олег Гром, и добро пожаловать на мой канал мужских увлечений. В моих руках находятся два геймпада компании 8Bit2. Вот такой классический американский вариант геймпада и, собственно, Европа и Япония. Они ничем не отличаются по функционалу, кроме названия. Это SN30 и SF30, собственно, давайте посмотрим. Ну а забегая вперед, что умеют эти геймпады? Да они практически все умеют. Поехали. Два геймпада беспроводные, но могут быть и проводными при случае, которые умеют подключаться по блютусу к чему угодно, включая Nintendo Switch, включая ваш лэптоп, стационарный компьютер, если в нем есть блютус-модуль, мобильный телефон, планшет, да и все прочее, даже Steam-машин, насколько гласит надпись, но у меня здесь проверить не на чем. Поэтому, ну, будем верить, потому что ко всему остальному он подключается без каких-либо проблем и наворотов. Эта версия, я, насколько понял, немного отличается от этой просто упаковкой. Может быть какая-то юбилейная, может быть она раньше вышла, может быть позже. Геймпады, кстати, прошиваются, удивительно, да, и на сайте разработчиков все эти прошивки имеются. Ну и вот комплектация показана, что, чего, да, куда. 18 часов работы от одного заряда. Если я не ошибаюсь, здесь 480 мА стоят литиевые аккумуляторы встроенные. Ну вот так вот, убираем пластик, достаем сам геймпад. Шикарное качество, ооо, да, очень, очень похож на оригинальный. Практически всем, чем только можно, только никаких шнуров. Два курка, два индикатора и, собственно, микро-USB разъем для зарядки. Тут идет инструкция со всем, что куда надо нажимать. И вот такой вот кабель USB, микро-USB в комплекте. Ну, благо, микро-USB хватает, поэтому можно его не доставать. Подходит любой другой абсолютно дата-кабель для прошивки какой души угодно. А здесь комплектация поинтереснее. И поинтереснее она прежде всего тем, что, ну, во-первых, отличается немного коробочка. Может быть, мне так досталось. Может быть, везде такая должна быть крышка. Но нет, я посмотрел во всех остальных версиях иначе. Здесь, смотрите, сам геймпад. Версия штатовская геймпада, где две кнопки выпуклые, две кнопки с выемкой. В отличие от европейского или японского, вот такие вот нюансы. Очень, кстати, удобно, тактильно, ощущается просто великолепно. Ну и, собственно, по геймпаду больше добавить нечего. Но абсолютно такое же приятное нажатие. То есть, просто цвет кнопок различается и немножечко форма. Все. Но все да не все. Комплектация самого набора здесь поприятнее. Поэтому, если что-то и брать, то я бы рекомендовал обратить внимание все-таки на этот геймпад. Ну а если не удержаться, то придется брать оба, потому что они оба прекрасны. Ну ладно. Комплектация. Комплектация, комплектация. Ну, как вы видите, что у нас здесь? Нарисован USB кабель. Ну и, соответственно, здесь просто-напросто USB, microUSB кабель. Достаточно длинный. Ну, точно такой же, как и в прошлом джойстике, который я только что вот отодвинул. А вот эта часть, вот здесь интересная. Восемь беду, они сделали просто шикарную вещь для коллекционеров, для любителей ретро-стафа. И, ну, как бы это прикольно. Вот такой вот замечательный брелок на ключи. FC-30 написана модель, да, то есть компания 8-беду. Дальше там еще какие-то надписи, я не вижу. Что-то мелкое, логотип фирмы. Вот, ну, что-то тут написано, что-то вроде всегда, там, не старей душой, я в кавычках это все утрирую, там. Ну, что-то наподобие, типа, там, старые игры возвращаются вновь или что-то, что-то такое. Стилизован геймпад. Вот, ну, в общем, выглядит это очень шикарно. И вот, хотя бы для тех, для кого важно заиметь такую штуку, вот, обратите внимание, это только в этой версии геймпада идет фиолетовым. Я его назову, чтобы было понятно. Ну, или USA. Вот, казалось бы, ну, что, все понятно, окей, коробочки, упаковочки. Ничего пока интересного не показал Метатрон. Что он умеет, и так ли он умеет это делать хорошо. Посмотрим. Беру Nintendo Switch. Чтобы подключиться к Nintendo Switch, нужно нажать Y. Удерживая Y, нажать Start. Загорелся синий сигнал, начинает моргать. Так как я его уже подключил, то он подключится сейчас без проблем. А так, вы подключаете, вот он его определил к геймпаду, вот он уже работает. Показывает уровень заряда. Вообще, все, все шикардос. А так, вообще, зажимаете Start, Y, потом нажимаете Select на 3 секунды, если я не ошибаюсь, начинает моргать. И вы заходите вот в эту опцию. О, мне ту кнопку нажал. Вот в эту опцию, и здесь обнаруживается ваш контролер. Второй подключается ровным счетом точно так же. То есть, каких-то танцев с бубном здесь не предвидится от слова совсем. Можно ли играть на нем? Да, конечно, можно. Проблем-то и нет никаких. Давайте запущу. Сделаем таким образом. Ну-ка. Аналогов здесь нет, как вы понимаете. Но зато, вот, можно в различные аркады поиграть, не напрягаясь. Нажмите LR. Один игрок. Гран-при. Ну, просто что угодно берем. Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед. При этом он не сказал бы, чтобы какой-то тяжелый, но материалы выполнены на уровне. И это Китай, друзья. Это не какая-то Япония. Это Китай, но очень хороший Китай. Прям супер хороший Китай, я бы сказал. Не знаю, мне он прям очень нравится. Минимальный input lag. Вообще не вопрос. Пожалуйста. Вот так вот можно гонять. Чтобы выйти в меню, select и вниз открывает всякие режимы у нас. Вот так вот нажимаешь, попадаешь в главное меню, потому что нет кнопки Home. Но она заменяется вот таким вот двойным нажатием. Казалось бы, что проще-то подключил, да забыл. Долгим удержанием, опять же, просто выключаете. Хотите подключить к телефону? Да тоже не вопрос. Прекрасно подключается к телефону. Достаточно включить Bluetooth. Сейчас я это сделаю. Включу Bluetooth. И какую-нибудь игрулю. Можно, естественно, скачать софт на телефон. И этот софт будет сам определять этот джойстик. И будет достаточно удобно все это дело осуществлять. Для кого это важно. А можно просто без всякого софта, как обычный Bluetooth приемник. Берешь и подключаешь. Так. А я не подключился. Поэтому нажимаю старт. Держу. Надо несколько секунд подержать. Сейчас. Как загорится синим, значит я подключился. Ну. А подключился ли он к игре, да? Скажи, приятель. Вот этот вопрос. Сейчас проверим. Так. Сворачиваю игру. Смотрю. Геймпад подключился. И заодно покажу вам программу. Где она? Вот она. Программа от самой 8-bits-2. Где куча геймпадов. Например. Выбираем наш. Здесь даже инструкция нарисована. Ой. Она очень прозрачная. Практически. Ее не видать. Ну и вот. Пожалуйста. Нажимаете на кнопки. Они все реагируют. Шифты. Селект. Старт. Вся крестовина. Это просто к тому, что оно есть вообще. А игра, видимо, его не приняла. Потому что был он подключен позже. Сейчас еще раз перезапустим. Да. Еще такой момент, друзья. Игры не все поддерживают геймпады. Это обязательно тоже учтите. Есть такая штука. То есть не каждая игра будет его поддерживать. А. Так блин. Он подключился. Я просто не там жал что ли? Вот же. Все работает. Че ты, господи? Ах. Через камеру не особо видно. В общем, ладно. Давайте. Что там нам? Окей, окей. Да. Хочу улучшить. Че-то там улучшили. Ох ты. Мощная атака. Ладно. Поехали. До самой игры пока дойдешь. Мобильные игры в этом, конечно. Мастера кучу всяких штук показать. Которые не нужны. Со спины надо заходить у него щит. О, нормуль. Падай в воду. Ха. Ну, короче, забавная игра. Ну, вы поняли. И так можно продолжать до бесконечности. Собственно, как он подключается к ПК. Можно подключить по Bluetooth. Можно подключить по шнуру. По Bluetooth. Ну, должен быть, соответственно, еще донгл блютузовский. И тогда все прекрасно начинает работать. По шнуру. Ну, просто шнур USB. Чтобы геймпад определился как от Xbox 360, нужно при включении... Сейчас я здесь выключу. Нужно при включении зажать букву X и нажать старт. И дальше уже обнаружить геймпад. То есть, все. Он обнаруживается как Xbox 360. И прекрасно работает в различных файтингах, эмуляторах, играх, которые поддерживают геймпад Xbox 360. Только учтите один момент. Что здесь только два шифта. Нижних нет курков. Опять же. В некоторых играх это может быть важно. Ну, а любой эмулятор, он играется и так прекрасно. И опять же, на этом геймпаде я уже на стримах играл в эмуляторе, на компе, в различные игрушки. Именно вот на нем. Так что, короче, мне нормально. Если подвести итоги, друзья. Ну, что тут сказать. Все работает. Все шикарно. Качество на высоте. О компании я слышал давно. Собирался очень долго к приобретению подобных девайсов. Но все-таки получилось. И я доволен. Если вы любите эмуляторы. Вам нравится играть на ПК. В какие-то старые 8-битные игры. Вот то, что надо просто. Для этих целей на двоих. Вообще прекрасно. Никто не будет путаться в проводах. Все будут свободны. И будут прекрасно себя чувствовать. Опять же. Если нравится играть на планшетах. Опять же. В путь. Ниндендо свитч. Да пожалуйста. Вообще не вопрос. То есть. Очень универсальные геймпады. Разработчики. 8-бит-ду. Они постоянно обновляют прошивки. Не забрасывают проекты. Удивительно. Я почему-то решил. Что думаю. Ну скорее всего. Все это так. Забросится. И никому не нужно будет. Но нет. Это все работает. Все великолепно. До сих пор. Даже для этих геймпадов. Они все выпускают. Все обновления. Хотя у них там новые появляются геймпады. Но они даже для этих все выпускают. Мало того. Есть еще аксессуары. И они тоже очень важны. Смотрите какая классная штука. Для того чтобы играть на телефоне спокойненько себе. Берем. Значит цепляем. Это официальное. Официальный такой донгл их. Нет. Нет. Это часть. Вот эта часть. Это сюда. Здесь вот видите. Две выемки. Защелкиваем. Вот таким образом. Все оно село намертво. Отлично. Кабель не подключишь. Я надеюсь. Вы зарядите геймпад. 18 часов играть не будете. Дальше. До упора щелкаете. Защелкивается. Очень плотно. Не отвалится вообще. Никогда и здесь. Выдвижной. Выдвижная такая лапа. Куда вы можете поставить телефон. И играть на телефоне. Вот таким вот образом. Ну а на этом все. Ставишь большие пальцы вверх. Подписываешься. Жмешь на колокольчики. Переходишь по ссылке в описании. В наш телеграм чатик. Очень уютный. Замечательный. И просто в телеграм канал. Где все уведомления приходят. Ну я думаю разберешься сам. Ссылочки. Открывай. Смотри. Все очень просто. А я прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся когда увидимся. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok